Есть очень конкретная и понятная цель для корейского окатыша по перепозиционированию, по сути, с размещения на правой стороне кривой издержек. То есть сегодня вы находитесь среди 25% самых дорогих производителей окатыша, производителей окатыша с самыми высокими издержками, что абсолютно неприемлемо. И мы считаем, что у нас есть необходимость и все возможности для того, чтобы перепозиционировать корейский окатыш, снизить издержки и сделать его среди 25% самых лучших. И мы обсуждали вчера, как этого добиться. Есть существенный прогресс, который корейский окатыш продемонстрировал во втором полугодии прошлого года, в первом квартале этого года, но этот прогресс абсолютно недостаточно. Есть понимание того, что есть целый ряд мер, которые способны принести нам дальнейшее снижение. Нам нужно еще где-то 11, нам нужно 16 долларов, да, на мероприятии на 16 долларов снижение. Мы пока на 11 видим, нужно 12, но видим на 11. Нужно еще на 4 доллара мероприятия найти, поскольку наверняка не все 100% заполненных мероприятий реализуются, чтобы выйти на 12 долларов снижение. Пользуясь случаем, хотел бы призвать всех присутствующих самих включиться в работу и в максимальной степени вовлечь других в работу по выработке идей, по снижению издержек. Интересно, что мы вчера говорили о потенциальных мероприятиях, о первичных мероприятиях, которые могли бы нам помочь. И видно, что целый ряд мероприятий носят характер мероприятий, выработанных по методу снизу-вверх. То есть очевидно, что это через постоянные улучшения, через рабочие группы было что-то придумано. Большое вам спасибо за это. Хотел бы вас призвать и дальше продолжать эту работу. Нам нужны идеи и сверху, и снизу. И системные идеи по парку экскалаторов или станков буровых. И идеи снизу, как какой-нибудь рукав правильно приварить, прикрутить и так далее. Это точно вы знаете. Это же не то, что лучше, чем я. Просто вы знаете или нет. В целом, я смотрю, что коллектив руководителей Корейского катыша, в целом коллектив Корейского катыша демонстрирует хороший прогресс. Вы так как-то демонстрируете, что вы идеи генерируете, задачи воспринимаете. У нас был большой вопрос и огромная недоработка с вашей стороны, уважаемые коллеги, состоящая в том, что вы в недостаточной степени сравнивали себя с конкурентами. И в начале прошлого года, когда мы в прошлый раз приезжали, и в этом зале как раз встречались, возможно, с частью присутствующих сегодня в этом зале, вот как раз ту поездку мы выявили, что мы сильно отстаем по динамике издержек от наших конкурентов Российской Федерации. Мы повысили издержки гораздо больше, чем повысили они. Сегодня мы видим, что Корейский катыш, его руководители, весь коллектив в целом откликаются на этот вызов и начинают что-то делать. Мы пока продемонстрировали динамику по издержкам за прошлый год примерно такую же, как наши конкуренты, в чем-то похуже, кое-где получше, но уже близкую очень. Второе полугодие было лучше, чем первое. Первый квартал лучше, чем второе полугодие прошлого года. Динамика позитивная. Вот сейчас очень важно реализовывать то, что есть. У вас большое, сложное, многофакторное производство. У вас есть свои плюсы и минусы. У вас огромный минус в том, что содержание железа, горно-геологические условия, необходимость с крыши, боровзрывных работ для проведения горных работ. Необходимость, причем не просто копания лесового с крыши, да, взрывные работы. 98% с крыши делаете с использованием боровзрывных работ. Ваши коллеги на Курской магнитной аномалии, например, Сторинский код, только 35%. С крыши используют и производят, добывают с использованием боровзрывных работ. Все это ваши недостатки. Но, с другой стороны, у вас в очень хорошем состоянии фабрика. У вас хорошая технология. И как показывает практика, люди, мотивированные, сфокусированные, толковые, энергичные, способны в значительной степени сокращать влияние негативных факторов, усилить влияние позитивных факторов. В целом, работа карельского катыша в первом квартале этого года, во втором полугодии прошлого, говорит, что это возможно и у вас.